Когда щенки открывают глаза после рождения, на какой день открываются глаза у щенков, этот вопрос часто можно услышать от человека, в чьем доме впервые появились новорожденные песики. Дело не только в праздном любопытстве, но и в том, что первый месяц жизни очень важен в развитии будущего домашнего любимца. Основные моменты, связанные с развитием зрения и открытием глаз и ушей у щенков, рассмотрены в данной статье. Почему открытие глаз у щенков происходит не сразу? Не каждый владелец домашних животных сможет ответить на вопрос, когда у щенков открываются глазки. Встречаются и те, кто вообще не знает, что щенки появляются на свет с закрытыми глазами. И уж точно единицы смогут сказать, почему новорожденные малыши продолжительное время после рождения остаются незрячими. Когда открываются глаза у щенков? Насчет последнего специалисты приводят несколько причин, почему именно щенки собак рождаются с закрытыми глазами. Это связано с тем, что собаки вынашивают своих малышей сравнительно недолго. Общая продолжительность беременности у собак длится от 58 до 68 дней. Встречаются породы, такие как йоркширский терьер и чихуахуа, у которых беременность может длиться свыше 70 дней. В любом случае данный период является недостаточным для полного формирования молодого организма. У щенков веки крепнут в течение 10-14 дней. Большое количество щенков. Еще один момент, касающийся именно представителей животного мира. Собака может вынашивать не один, а минимум два, три плода. В некоторых случаях одновременно рождается сразу 6-8 малышей, данное явление распространено не только у крупных пород, таких как хаски. И лабрадор, принести большое потомство может и такса, и йорк, и дворняжка. Соответственно, чем больше плодов, тем меньше они развиты. Закрытые на протяжении долгого времени глазки обеспечивают защиту иммунитета. Новорожденный организм слабый, и подвержен любым заболеваниям. Плотно закрытые веки предотвращают попадание в глаза частичек пыли и грязи, и обеспечивают защиту от травм и глазных недугов. К моменту, когда малыш начинает смотреть на мир, его иммунитет постепенно крепнет. Влияние оказывает и внутриутробное развитие. Закрытые глаза нужны, пока малыш находится внутри матери. Это также защищает от возможных раздражителей и бактерий. То же правило относится и к ушам. Когда много щенков, малыши менее развитые. Из сказанного можно сделать вывод, что когда щенки наконец начинают видеть и слышать, их тело уже достаточно сформировано для взаимодействия с окружающим миром. Разумеется, процесс прозрения происходит немгновенно, поэтому владельцу следует набраться терпения и ждать, когда все пройдет своим чередом. Когда щенки открывают глаза после рождения. Щенки открывают глаза только после того, как века будет полностью сформирована. В среднем данный процесс занимает от 10 до 14 дней после рождения малыша. Однако между представителями разных пород могут встречаться различия и в этом. В большинстве случаев глазки у малышей открываются одновременно, оба сразу. В редких случаях один орган открывается чуть раньше другого. Иногда этот период может доходить до двух дней. Не стоит переживать и пытаться помочь малышу. Важно, стороннее влияние от человека может только ухудшить ситуацию и занести инфекцию в глаз. Практически одновременно со зрением начинает развиваться и слух. В среднем щенки начинают различать звуки примерно на 15-17 день после рождения. Однако обостряется чувство только к концу первого месяца. Скорость развития слуха и зрения у представителей разных пород отличается. У чихуахуа глаза прорезаются в возрасте 12-13 дней, а уши начинают слышать с 10 дней. В данном случае большую роль играет больший срок вынашивания малышей. Спаниель развивается по средним показателям. Глаза прорезаются на две недели жизни, а слух на 15-16 день. Немецкая овчарка открывает глаза и начинает слышать примерно на 14-15 день. Шпиц развивается чуть медленнее. Зрение появляется лишь на 16-17 сутки, а слух иногда на 18-20. Указанные периоды носят лишь общий усредненный характер. В каждом конкретном случае, в зависимости от физических особенностей собаки, ситуация может складываться по-другому. Например, обычная дворняга может прозреть гораздо быстрее, чем породистый пес. Глазки открываются на 14-16 день. Сам процесс развития маленького существа состоит из множества разных, но невероятно важных этапов. Их можно описать следующим образом. По достижении 13 суток, песики пытаются делать первые неуверенные шажки. Ходить в обычном понимании он пока не может, но это происходит даже с теми, кто на этот момент остается еще слепым. Разумеется, попытки заканчиваются падением, но малыши продолжают пытаться. Десятый, пятнадцатый день, открываются глаза, постепенно развивается зрение. Малыши видят мир размытым, нечетким и мутным, но тем не менее для них это новый опыт. 14-19 появляется слух. Все начинается с первых услышанных звуков. Со временем собачий слух станет намного острее. На 20-21 день у щенков начинают резаться зубки. Стоит быть готовым к тому, что пушистый комок будет пытаться укусить хозяина за палец. Рефлекс виляния хвостом появляется к тому моменту, когда щенку исполняется месяц. Щенки начинают делать это инстинктивно, когда на них обращает внимание человек. Первые 20 дней жизни для щенка очень важны. В данный отрезок времени организм заканчивает формироваться, поэтому необходимо следить за психическим и физическим состоянием собаки. Необходимый уход. Когда у щенков открываются глаза, это очень важный и трогательный момент. Однако хозяину маленького друга следует знать и об особенностях ухода, которые обязательно нужно будет соблюдать. Сам процесс сопровождается большим стрессом для молодого организма. Хорошо, если щенок смог открыть глаза самостоятельно, однако так бывает далеко не всегда. За глазками необходимо осуществлять уход. О чем следует знать? Когда глазки пытаются открыться, очень важно оградить щенков от яркого света. Хорошо, если можно держать их в коробке, в отдельном помещении, в котором царит полумрак. Подобная обстановка поспособствует постепенному развитию зрительного органа. Щенки смогут привыкнуть к освещению. Запрещено лезть руками к открывающимся или закрытым глазкам. Данный процесс проводится автономно, без участия человека. Если глазик начал постепенно разлепляться, не нужно ускорять процесс. Помощь хозяина может понадобиться в том случае, если песик боится открыть веки из-за их слепания. Данный процесс может приносить малышу неприятное ощущение и боль. В подобной ситуации необходимо промыть глазки при помощи специального антисептического раствора. Процедура проводится каждый день до тех пор, пока малыш не начнет видеть. Будет хорошо, если владелец сможет заранее подготовиться к процессу. Лучше всего проконсультироваться с ветеринаром, чтобы он выписал глазные капли и подходящую мазь. Уже открытый зрительный орган первое время необходимо обрабатывать. Делается это при помощи специальных капель, кремов и мазей, выписанных ветеринаром. Помимо того, существует и ряд других процедур, которые следует провести в раннем возрасте. К ним относятся такие. Купировать хвост, если малыш относится к породе, например, доберманов, спаниели и так далее. В две недели необходима дегельминтизация, отдельные лечебно-профилактические мероприятия, рекомендованные для малышей. Проводится первая вакцинация. Важно, вне зависимости от породы, цвет радужки у новорожденных песиков всегда голубой. Естественный для породы оттенок появляется уже значительно позже. Возможные проблемы С какими проблемами, касающимися глаз, может столкнуться хозяин новорожденных малышей? Большое беспокойство вызывает тот факт, если все сроки уже давно прошли, а щенок по-прежнему остается незрячим. Это может быть связано со следующими моментами. Песик заболел конъюнктивитом. В щель между глазками попали микробы. Между ресничками скопились соринки и грязь. Любая из вышеуказанных проблем является решаемой. Главным симптомом то, на что следует обратить внимание, являются гнойные скопления, образующиеся на веках. Если подобное было замечено, веки следует обрабатывать одним из перечисленных средств. Отвар ромашки. Черный чай. Раствор фороцелина. Специальные капли, содержащие антибиотик. Конъюнктивит у собак. Более подробное лечение в случае обнаружения конъюнктивита. Веки протираются при помощи раствора фороцелина. Закапываются капли с добавлением антибиотика. Процедуры проводятся не менее одного раза в день, но не более шести раз в сутки. При правильном лечении положительный результат будет наблюдаться через неделю. В таком случае песик сможет уже самостоятельно разлепить веки без особых проблем. Если же проблемы с открыванием глазок связаны со скоплением пыли и грязи, то глаза промываются при помощи травяного раствора и лечая каждый день по пяти, шести раз. Можно использовать и чистую кипяченую воду. Важно, для каждого века используется отдельный чистый ватный диск. Результат становится заметным уже на 2-3 день лечения. Хуже всего, если у песика срослись веки. В таком случае помощь может оказать только профессионал. В худшем случае может потребоваться операция. Если же гнойных выделений нет, можно попробовать протирать глаза обычной теплой водой, лучше всего кипяченой. Как щенки меняются после открытия глаз? Открытие глаз – это не только естественный природный процесс. Для щенка данный момент означает, что он становится чуточку взрослее и самостоятельнее. Первое, что он начинает делать после события, это вовсю крутить головой и осматривать окружающий мир, знакомиться с мамой и человеком, в чьем доме живет. Появление зрения совмещено с другим интересным изменением в поведении. Уже зрячий песик начинает самостоятельно выбирать себе место для сна. Можно сказать, что это его первое самостоятельное решение, поэтому лучше всего не мешать пушистому другу. После того, как зрение и слух будут полностью сформированы, начинается активная пора. Маленький друг будет выбираться из своей коробки или лежанки и исследовать новые пространства. Важно, стоит позаботиться о безопасности непоседы заранее. Хорошо, если можно выделить питомцам отдельную комнату, где они смогут спокойно играть и лазить, не рискуя что-то уронить и сломать. Также не стоит забывать и о маленьких зубках, которые также начинают прорезаться. Данный процесс будет сопряжен с желанием что-нибудь пожевать. Не стоит думать, что если у щенка открылись веки, он сразу начинает хорошо видеть и все различать. Первое время глаз отображает только свет и тьму, а некоторые не способны видеть даже это. Последние, даже с открытыми глазами, на протяжении длительного времени остаются незрячими. Однако, если песик не реагирует на свет, не стоит поднимать панику. Полностью зрительный орган сформируется лишь к концу первого месяца жизни. Также в данный отрезок времени начинает формироваться и слух. Открывшиеся глаза у щенка слышат малыши первое время так же плохо, как и видят, однако постепенно их ушки смогут различать самые разные звуки. В обычной ситуации помощь человека не требуется. Если процесс идет своим чередом, не стоит в него вмешиваться, чтобы не навредить щенку. С другой стороны, если что-то в поведении малыша вызывает сомнения, например, если спустя месяц он все еще не видит или не реагирует на звуки, необходимо воспользоваться помощью специалиста. Нельзя исключать ситуации, когда даже породистые песики рождаются с физическими отклонениями, такие как слепота и глухота. В раннем возрасте положение еще можно попробовать исправить. Как можно понять, процесс прозрения естественный и неспешный. Если говорить о собаках, то свое развитие он начинает со второй недели жизни и заканчивается к концу первого, началу второго месяца. От владельца в данном случае требуется следить за состоянием питомцев, осуществлять основной необходимый уход. Чего точно не следует делать, так это пытаться ускорить процесс самостоятельно. Подобные действия могут повлечь нарушение здоровья животного и привести к слепоте.